Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот теперь, когда рассаде исполнился месяц и более, я буду показывать каждый сорт, как он выглядит в рассаде. Вот это сорт Настенька, сейчас я покажу и все вам расскажу. Об рассаде Настенька не стала закреплять камеру специально, потому что хочу показать вам не только сверху и издали панораму, но и заглянем туда, вглубь лотка, посмотрим толщину, стебелька, высоту, все. Вот этот сорт у меня посеян 29 января. Через неделю он взошел в первой декаде февраля и 20 февраля я его распекировала. Распекировала я его густо, посадка загущена не в отдельные лоточки, потому что этот сорт Настенька, этот вот один из тех удивительных сортов, который не вытягивается в рассаде и позволяет выращивать себя загущенно. Поэтому этот сорт идеально подходящий для выращивания рассады для раннего урожая, для ранних-ранних посевов в тех регионах, где мало солнца, где нет условий никаких и где остальные сорта зачастую вытягиваются и качественную рассаду получить тяжело, у Настеньки рассада всегда качественная. Мы сейчас заглянем туда в грунт и я покажу вам. Вот смотрите, все, сейчас я раздвину, все сеянцы имеют толстый стволик. Видите, какая она толстая? Вот если посмотреть издалека, то видно, что рассада посажена загущена. Видите, они прям с троями, рядами стройными. Но она не вытянутая, и вот ей уже, так, седьмого она взошла, ей месяц и неделя. Раз, два, три, четыре. Рассада, имеющая пять листьев, в высоту не более 10 сантиметров. Вот мои пальцы. Вот 10 сантиметров. Она даже еще не превысила высоту человеческой ладони. Видите, что они такие толстенькие, коренастые, коротенькие. И, несмотря на то, что посадки загущенные, они все ярко, изумрудно-зеленые листья. И листь у нее особенный, он такой мясистый, имеет, как сказать, толстую структуру. И поэтому этот лист очень долго не вянет, не иссыхает. Даже если его забыть полить, например, день, два, три, растению хватает влаги, потому что толстые мясистые листья, вероятно, запасаются влагой заранее. И нет такого, что у тех сортов, у кого нежные тоненькие листики, если земля чуть подсохла, он сразу завял и паник. Вот эти даже в жару, летом, например, когда поливы у нас не спасают иногда, когда выше 30 градусов, листья никогда не вянут. Ни разу не видела вялую, унылую Настеньку. У нее вот всегда вот такие стоячие, смотрите, какой красивый лист. Листья всегда такие блестящие, они резные. Во-первых, они какой-то другой формы, необычный, но такой томатный лист. У нас же томаты как делятся? Есть картофельный лист, есть морковный лист, есть томатный лист. Вот лист у нее томатный, но от остальных он отличается. Вот такой же лист у сибирской тройки, у петруши огородника, у Демидова. У них какие-то своеобразные листья, вот у этих, у всех сибирских сортов. Вот я показала вам специально рассаду месячную, больше месяца, которая не рассажена у меня, не распекирована второй раз. Вот я ее буду пекировать второй раз, но пока она позволяет себя держать вот в таком загущенном виде, я буду ее держать, потому что у нас еще естественного солнца очень мало на окнах. Места всем, конечно, не хватает под лампой, хочется и перцы туда поставить, и баклажаны, и томаты, поэтому и у меня они вот в таком виде. И именно поэтому я остановила свой выбор на вот этих сортах сибирских, детерминантных, которые не израстают в рассаде, для выращивания ранних урожаев. Конечно, я сейчас с 18 марта буду сеять, вот сегодня 16 марта, забыла дату указать, с 18, с послезавтрашнего числа я буду сеять, продолжать для открытого грунта, все с тонкими стебельками, снежными листиками, но для первых, для первых посадок я все-таки выбираю вот такие. Вот она у меня сейчас такая красавица. В этом лотке, поверьте мне на слово, она может просидеть еще полмесяца, даже вот до начала апреля, потом ее можно будет сразу или высадить в теплицу, или в какой-то парник, но я, скорее всего, буду еще раз распекировывать по более просторной таре, но только для того, чтобы повысить качество рассады, потому что для любой рассады, любых сортов определенного возраста, требуется свое количество грунта. Вот судя по тому, что здесь уже 5 листьев, можно понять, что она уже взрослая, и ей бы, конечно, нужно немного побольше грунта, поэтому вот во второй половине марта я ей дам побольше грунта, рассажу или в полкилограммовые стаканчики, или сразу в килограммовые, это зависит от того, куда я ее потом буду высаживать. Если буду высаживать в теплицу, то достаточно будет маленьких стаканчиков, а для открытого грунта, так как ей придется там дольше сидеть, то тара, конечно, должна быть немного больше. До свидания, с вами была Ольга Чернова, и обзор рассады Настенька, который уже идет второй месяц. Очень хороший сорт, рекомендую.